Я не только замечательный художественный руководитель в своем Доме культуры, но он еще и автор, который часто публикуется в нашей газете «Земля Подольска». Я искренне оценила и песню, которая и слова, и музыка написана Гиллоном. И еще, первым всегда трудно, а он выступал во всех номинациях, самым первым. Ура! И Гиллану Полякову также вручился патутный подарок от сельского поселения Ладовска. Ну давайте поаплодируем громче нашим конкурсантам. Спасибо. А сейчас я предоставляю слово нашему коллеге, уважаемому коллеге, с которым мы очень много и плодотворно работаем, потому что коллективы города Подольска выступают на наших площадках, наши коллективы на площадках города Подольска. Мы делимся творческими задумками, по-хорошему соревнуемся с этими коллективами. Вот недавно состоялись конкурсы, мы, к сожалению, заняли там третье место, а город Подольск первое место. Но я думаю, что это ничего страшного. Хотя, в принципе, так сказать, конкурсантов было немного. В принципе, мы так делим с ними сегодня, в этом году, они завтра, в следующем году мы и так далее. Александр Михайлович Дюбанов. Спасибо огромное. Я с огромным удовольствием присутствую сегодня на этом прекрасном конкурсе. В очередной раз убеждаюсь, что люди, работающие в сфере культуры Подольского района, имеющие на сегодня колоссальнейшую, прекраснейшую базу, которой городские работники культуры просто завидуют на сегодняшний день, что они, как всегда, в отличной, прекрасной форме. Ну, то, что на областном конкурсе так случилось, я думаю, что каждый из сегодняшних конкурсантов был бы там прекрасным, интересным исполнителем и также смог бы завоевать достойные места. Но сегодняшний конкурс мне очень понравился. Во-первых, потому что на сцене были молодые люди, все, без исключения, все и с задором, и с душой, и с яркостью, с прекрасным настроением, с желанием участвовать в конкурсе, работать в этой непростой сфере. И мне очень приятно, что я имею честь вручить диплом номинации «Яркая индивидуальность» очаровательной девушке, которая работает и в городе Подольске, и сегодня у меня открылась еще вообще совершенно другая страна, она еще и рок-н-ролл танцует, оказывается, помимо того, что преподает в музыкальной школе, у вас занимается в народном коллективе. Я имею в виду Надежду Анатольевну Котову, с удовольствием это делаю. С пожеланиями успехов, здоровья, счастья, любви ей и всем участникам конкурса. А следующее слово члену жюри, тоже одному из ярких руководителей нашего Дома культуры, в поселке Быково, который являлся членом жюри. Она тоже очень много участвовала в конкурсах, переживала, побеждала. Слово Андриановой Ларисе Леонидовне. Спасибо. Дорогие друзья, ровно год назад я сама принимала участие в конкурсе «Культработник года» и была в шкуре наших участников. Я понимаю, сколько творческих эмоций, сколько творческих сил нужно потратить, прежде чем прийти, подняться на эту сцену. И я с удовольствием вручаю диплом в номинации «Преданность к культработе» Елене Борисовне Ларюшкиной, художественному руководителю Дома культуры Дубровицы. Хочется сказать большое спасибо всему коллективу Дубровицкого Дома культуры за огромную поддержку этой участницы. Спасибо. Спасибо. А в продолжении выступления Ларисы Леонидовны я хочу сказать, все-таки помимо того, что Елена Борисовна персонально в этом принимала участие в конкурсе, все-таки чувствовалась рука Светланы Васильевны, Светланы Владимировны. Прежде чем предоставить слово следующему члену жюри, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, я хочу несколько слов просто сказать. Обращаясь к зрителям, к руководителям Дома культуры, где трудится этот конкурсант. Это яркая личность. Он не только хорошо сам поет, но и прекрасно играет. Вы держитесь за него, иначе его у вас заберут. Светлана Васильевна, вам слово. Дорогие друзья, ну мне выпало честь назвать победителя в номинации «Виртуоз, мастер своего дела». И вы, конечно, поняли, о ком идет речь. Речь идет об Александре Николаевиче Шипилове, лауреате районного конкурса «Играй гармонь». Лауреате всероссийского конкурса имени Заволокина «Играй гармонь». «Человеке-оркестре». Очень конкурс такое дело, понимаете, вот было несколько номинантов. И побеждает только один в каких-то там, в один балл. Александр Николаевич, мы вас поздравляем с такой большой наградой. Раду, что вы приняли участие в конкурсе. И мы сегодня были украшением нашего конкурса. И специальный приз от зрителей поселка Красная Пократа также вручается Александру Шипилову. А следующий конкурсант, назову его я, вы помните, наверное, в первом конкурсе им сказаны были прекрасные слова, которые относятся ко всем работникам культуры, которые трудятся у нас в районе. Которые сказали, что культработник нужен всегда в одни торжеств и трудные минуты. Это прекрасный человек, художественный руководитель Дома культуры молодежной Васильева Татьяна Николаевна, которая признана мастером слова. И также Татьяне Васильевой вручается памятный подарок от администрации сельского поселения Лаговская. Это правильно. Ну и наконец, я думаю, что вы догадались, что лучшим работником, культработником 2011 года в Подольском районе признан художественный руководитель Дома культуры Солнечной Исаенко Марьяна. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова